Радио Свобода 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 перед ним, потому что я могу приехать в свою квартиру в Москву, в комфортабельные условия жизни, а они там останутся. Ну вот, мы здесь в студии не видим этого фрагмента, надеюсь, что он хорошо в интернет-трансляции прошел, и интересно, что, ну вот я уже сказала, что у нас крошечный сохранился видеофрагмент, но у нас сохранился звук этой передачи, и вот сейчас я хочу, чтобы вы в звуке послушали, ну вы увидите его автопортрет, он так называется автопортрет Дениса Синякова, мы подкладываем под звук этот автопортрет, это я говорю тем, кто сейчас нас по радио слушает, вот послушайте сейчас фрагмент, когда он говорит ровно то, что с ним случится через два года, послушайте, пожалуйста. Вот вы спрашивали по поводу, важно ли быть близко к событию, чтобы снять фотографию. Как правило, фотограф даже не всегда понимает, что он оказывается слишком быстро и слишком близко к тому месту, где реально опасно. Я много раз слышал мнение о том, что лучшие фотографии снимаются не на передовой, а в десяти километрах, в госпиталях, в лагерях беженцев и так далее. Но невозможно себя остановить. Я пришел в профессию, чтобы быть очевидцем новостей. Я не могу себе сказать, вот едет колонна батальона «Восток», есть возможность попасть к ним на броню, я вряд ли найду себе силы сказать, нет, я не поеду с ними. Хотя понятно, что они едут, например, в грузинское село. Потом я себя просто не прощу, почему я не поехал с ними? Не ради денег, не ради славы, это просто сама суть профессии. Вот такой фрагмент этого разговора вы услышали. И еще, что я хочу сказать, до того, как его арестовали, кстати, нет, сначала я все-таки скажу слушателям, что наш телефон, сегодня мы в прямом эфире работаем, 8 800 222 12. Мы задаем вам вопрос, стоит ли журналисту лезть в ситуацию, которая может быть наказуема, опасна для него. Зачем они лезут? Поддерживаете ли вы их в этом стремлении все-таки быть, оказаться в месте событий, несмотря на то, что это может обернуться такими неприятностями, которые случились с Денисом? И сейчас вы послушайте его блог, этому блогу всего несколько дней. Он описывал то, как проходила операция Гринписа по высаживанию на эту платформу. Это была такая демонстративная акция, они хотели высадиться на эту платформу и, как я понимаю, повесить свой баннер. И он должен был зафиксировать этот протест. Давайте послушаем, что он говорил по этому поводу. Мы встретились с кораблем береговой охраны номер 058 еще два дня назад по пути к платформе «Приразломная». Все это время он сопровождал нас, разрушив мое твердое убеждение в том, что к защите платформы ничего не готово. В 4 часа утра с корабля Гринпис Арктик Санрайс были спущены две лодки с альпинистами на борту и выдвинулись к платформе. Они собирались закрепить веревки и поднять на стену платформы капсулу, чтобы начать протест против добычи нефти в Арктике. На мой взгляд, это было самоубийство, учитывая все силы и средства, которые к тому времени не сводили глаз с нашего корабля уже несколько суток. Движение было сразу замечено и почти одновременно с нами к платформе подошли лодки с корабля береговой охраны со страшного вида людьми в балаклавах. Страшнее всех казался крепкий офицер, командовавший подчиненными, уверен, что солдатами-срочниками. Альпинисты умудрялись забрасывать веревки на платформу, несмотря на сумерки, бронспойты и лодки пограничников. Минуты спустя на помощь пришли еще три лодки с корабля Гринпис, и тут началось то, что я видел только в местах, что называется горячих. Пограничники, кажется, потеряли самообладание. Они кричали и направляли оружие на активистов, начали стрелять в воздух и в воду. Срочник не выдержал и, достав нож, стал размахивать им перед лицом Фрэнка, водителя нашей лодки. Все мои мысли были о том, как сфотографировать это, как. Темнота и заливающая камеру вода почти не оставляли мне шансов. Несмотря на угрозы применения огнестрельного оружия и ножей, в общей сложности было сделано около 20 выстрелов, альпинистам удалось закрепить веревки. По ним начали подниматься альпинисты Марко Поло из Швейцарии и Синий Саарелла из Финляндии. Потом Синий оказался в воде. Было какое-то страшное месиво из семи моторных лодок, некоторые из которых наматывали на свои винты срезанные веревки. Пограничники пропороли ножами несколько лодок Гринпис и, начав интенсивную стрельбу, вынудили лодки отступить, а альпинистов спуститься с 20-ти метровой высоты. Стащив их в свои боты, пограничники отвезли их на корабль береговой охраны, стреляя в сторону преследовавшей их лодки экологов. Я настоятельно призываю вас присоединиться к борьбе за освобождение активистов, вина которых только в том, что они искренне верят в пагубность нефтяного освоения Арктики. Четыре лодки Гринпис из пяти выведены из строя, и сейчас Биг Джон из команды Арктик Санрайс занимается их ремонтом. Никто не собирается сдаваться, и никого произошедшее не испугало. И это именно тот Гринпис, в который я влюбился, будучи школьником. Вот он просил, чтобы защитили других людей, он тогда еще не знал, что придется защищать его. И сейчас мы покажем вам кадры с акции в поддержку Дениса Синякова, которая состоялась вчера в Москве у Следственного комитета. Пожалуйста, коллеги. Мы хотим, чтобы нас услышали, чтобы голос сотен журналистов и вообще их читателей, тысячи миллионов читателей и зрителей, газеты журналов, которые представляют здесь собранные журналисты, был услышан, потому что Денис Синяков известный профессиональный фотограф, который выполнял свой профессиональный долг, находясь там, он работал как журналист, он абсолютно задержан вне закона, незаконно, он должен быть на свободе, ему не могут быть предъявлены обвинения в пиратстве. И мы пытаемся донести со своего точки зрения, что это невозможно, и закон должен быть соблюден. Ни в коем случае нельзя нарушать закон о СМИ, ни в коем случае нельзя Дениса Синякова сажать в тюрьму. И что самое главное, без свободной журналистики, без свободного слова не может быть нормального демократического государства. Поэтому мы здесь объединяемся, все вместе, все фотографы здесь находятся, для того, чтобы выразить свою точку зрения по этому вопросу. Ну а сегодня в поддержку Дениса Синякова несколько средств массовой информации, даже НТВ. Даже НТВ выразилось в том, что серые заглушки повесили на своих сайтах, на фотографии коллеги. Я, ну вот, все, что остается, все, чем мне остается закончить этот рассказ о Денисе Синякове, что на самом деле он не впервые попадает в переплет. Вот две, передо мной лежат две, нашла в архивах две заметки. Коммерсант 2005 года, оба связаны, обе связаны с нацболами. В 2005 году, когда нацболы боролись за то, чтобы их зарегистрировали как партию, они сидели на какой-то квартире, готовили, лимоновцы готовили документы для регистрации, в дверь начала ломиться милиция, начала ломиться, и вместе с нацболами в тот момент были задержаны адвокат Джалиль Сирожидинов, а также фотокорреспондент Франц Пресс на тот момент Денис Синяков, корреспондент оператора РЕН-ТВ Михаил Орлов и Сергей Роженцев, фотокорреспондент, а также корреспондент коммерсанта Илья Питалев. Через два года снова выборы в Мособлдуму лимоновцы протестуют, что их не включили в списки, они бросают, три члена НБП пытались залезать сжечь фаер прямо на избирательном участке и задержали не только их, но и трех журналистов, которые находились на этом избирательном участке, среди которых был тогда сотрудник агентства РЕЙТР Денис Синяков. Ну, двора, конечно, тут же отпускали, понятно, но он попадал вот в такие ситуации, где раз уж эти хватают, то эти хватают. Ну, это нормально абсолютно. Ну, тюрьма это впервые. Это нормально. Нормально, потому что, по существу, то, что сейчас происходит, это запрет на профессию. Это такая статья, которую мы когда-то слышали, о том, что в Америке, когда она была капиталистическим врагом и коммунистическим завтра, что вот там такая есть жуткая статья. Фотокорреспондент, в особенности, он должен быть в гоще событий для того, чтобы представить миру впечатление. Объектив не врет. Что видит, то есть. Отбор возможен впоследствии, но он может запечатлеть только то, что происходит на самом деле. Так было всегда. Так было во время войны, во время всех войн. И во время всех войн фотографы работали очень близко к событиям. Телевиком войну не снимешь. Телевиком события крупные не снимешь. Это надо быть рядом. Там снимают объективами 35, допустим, миллиметров, когда ты со всем рядом. Иногда не наводишь на резкость, а просто снимаешь. Это его неправо, это его обязанность снимать все, что он видит. Но вы знаете, ведь разница в чем? Что есть, да, это события, там, демонстрации и так далее, и так далее. И вдруг он оказывается на событии, он снимает события, которые может не понравиться властям. Это акция, которая может не... Секунду, оно и не должно. Ни одно событие Greenpeace не нравится властям. Они такая провокативная организация, и если заниматься конспирологией, а вот взять общую идею Greenpeace, то она прекрасна. Они воспринимают мир как единое пространство и считают, что сохранить каждую отдельную страну можно только сохранив целый мир. Нельзя сохранить одну страну, что вот на Украине будет хороший воздух и хорошая вода, а в соседней Белоруссии не будет воздуха вообще. Не бывает такого. Мир поделен условно, очень условно на все границы. Эти границы менялись на протяжении всей истории и будут еще меняться. Как их не закрепляй. Но существуют некие силы, которые спокойно переходят эти границы. Это ветер, это свет, вода. Это газпром. Вода. Газпром? Ну да. Ну газпром нет. Газпром это временное явление. Сегодня есть газпром, завтра не будет газпрома. Я думаю, что как раз фотокорреспонденты должны представлять Землю в основном. Но они чаще представляют какую-то сторону. раньше в старые теперь уже времена. Это допустим это 20 лет назад, 20-25 лет назад. Была такая компания стрингеры. Это были люди, которые нигде не были аккредитованы. Сейчас когда возникает вопрос, вот он вы читаете Лен о том, что он известный фотограф, он работал там, или он работал Я все-таки точняю в своих кругах. на самом деле человек с фотоаппаратом на событиях, не с оружием на событиях, он имеет право. Если у него оружия нет, а есть фотоаппарат, и вот таким правом пользовались вот эти вольные стрелки, стрингеры, благодаря которым мы знали собственно все, что происходит, ну не все, но очень многое, что происходило в такие бедовые веселые годы, когда были локальные войны. Никто же даже многие газеты не рисковали посылать своих фотографов туда и своих операторов. Вот я не знаю, где сейчас Эдик Джафаров, знаменитый стрингер тех времен, но весь мир видел события его глазами. Он не был ни за кого. Он был за информацию. Фиксировал. Да, он получал за это деньги, естественно, как за всякую работу. И должен получать, он не должен это делать бесплатно. И фотограф имеет преимущественное право быть защищенным любым законом. Потом, когда он проявит эти снимки, через некоторое время может оказаться, что та страна, которая сейчас его сажает, она была больше заинтересована в этих снимках, чем та страна, которая его защищает. Неизвестно, как повернется. Я хочу, чтобы мы послушали звонок из Краснодарского края. Иван, здравствуйте. Вот вы дозвонились. Скажите, что вы об этом думаете. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слышите? Да, мы вас слышим хорошо. Вот у меня перед глазами уголовный кодекс. Вот статья 227 и пиратство. Пиратство, да. Цитирую. Нападение на морское и лишнее судно в целях завладения тяжелым имуществом, совершенное с применением насилия, либо с угрозой его применения. Вот насилие было? Не было. Цель была захват судна? Нет. Не было. Так как можно возбуждать уголовное дело по этой статье? Или просто бездарные люди сидят в СССР в комитете? Или просто повторяются те же самые? Можно кого угодно посадить и возбудить дело на кого угодно. Я считаю, что это просто беспредел. Ну, я с вами согласен. В составе организованной группы там еще, например, пиратство, в составе организованной пираты. Группа, естественно, организована. Я знаю, эти корабли мне даже посчастливилось однажды я чуть не участвовал в акции. То есть не надо думать, что они вот такие капиталистические дети, которые бросают на наше бывшее социалистическое отечество. Там дети разные. Там, насколько я знаю, чуть не 20 представителей 20 стран. Это такая компания. Ну, да, у них, конечно, какое-то такое веселое флибустерство присутствует. Какие-то робингуды. Да, ну, да, я так надеюсь, потому что, если там за этим не стоит какая-то хитрая система, но не надо думать, что они вот так вот просто вот на нашу бедную платформу в Северном море, которое, конечно, засорено, страшно, и я думаю, что если бы они могли пройти по нашей земле, то они бы много интересного нашли этот гринпис в тундре, где валяются миллионы железных бочек, которые разрушают экологию, брошенных из-под горючего. Я сейчас не об этом. Они бросались на всех. Однажды, это было в Новой Англии, в Америке, спускали... То есть красное и белое для них не важно? Мне так хочется думать. Но, во всяком случае, мы подъехали после того, как мы перешли под парусом с американцами вместе на паруснике океан, где мы по дороге встретили судно Гринпис. По-моему, Рейнбоу мы встретили. Это было мирно. Этот Арктик, Санрайз, а там Рейнбоу. Рейнбоу. Там радуга почти везде. Они раскрашены в зеленый цвет с радугой. Маленькая суденушка переделана из Сейнера. Там были симпатичные ребята. Тоже такие отважные, веселые, из разных стран мира. Но они на нас не нападали на парусник, потому что мы тоже пытались выполнять экологическую функцию. Мы черпали с очками океан и видели, что там очень много нефти. Везде. Прям с очками? Да, везде. Нефти, катыши, в любом месте, даже в районе Гренландии. А вот эта вторая акция была, конечно, отважная, потому что в это время американцы спускали на воду подводную лодку Пенсильвания, и они решили залезть на эту лодку, для того, чтобы продемонстрировать в окружении всего начальства. Залезли спуститься на эту лодку? Да, она на плаву была, она не в надводном состоянии. Вот они туда прыгали на эту лодку, причем один кораблик у них был, вот видите, они так немножко склонны к театральному жесту, это тоже понятно. Здесь вот медведь на льдине, а там была субмарин, такая лодка, переделанная как бы в знаковую бетловую субмарину. У них было, это было? У них, да, они меня приглашали, но у меня не хватило отваги, хватило ума не лезть с ними, потому что там вы не денис синяков. А, да, но я снимал телевиком, ничего не получилось, надо снимать сблизи, поэтому, а тут, ну что делать, ничего тут не скажешь, военные фотокорреспонденты, их погибло немало, у них почти не было этих, они все снимали лейками, все снимали нормальными объективами, что снимали, то снимали. И там иначе была ситуация, там, почему мы не имеем полной картины, фотографической картины войны, какую мы бы хотели иметь? именно потому, что эти люди не владели собственной информацией, они получали определенное количество пленок, и они эти пленки сдавали потом в проявку, и цензура отбирала, что можно печатать, что нельзя печатать. Я не знаю, уничтожались ли те кадры, которые нельзя печатать, но я думаю, что вот истинная война на тех кадрах присутствует тоже. И было несколько фотографов, которые умудрялись каким-то образом сохранить, ну я уже не говорю о великих фотографах войны, которые все работали на грани жизни и смерти, между прочим. Они же все ходили на передовую, некоторую в разведку. Халдей там лазал на Рейхстаг, когда там стреляли с флагом, а у Гаранина сохранились вот эти вот кадры. И благодаря этим кадрам, которые сняты, ну практически так же, ну события они снимали, какие были. В лоб. Они снимали убитых солдат и немецких, и наших, и было видно, в каких условиях воевали наши солдаты. И сейчас нам нужны эти кадры, а мы их не можем получить. Они нам нужны для того, чтобы понять величие вот этого подвига преодоления. Поэтому фотографов нельзя сажать, нельзя их арестовывать, им надо создавать условия, их надо беречь. Даже в таких диких с точки зрения правил ведения войны в районах, как вот сейчас страны Ближнего Востока и то я видел, господи, он вылетел у меня замечательно, русский советский, то есть русский фотограф, Юра, Юра, я вспомню, потом он все призы завоевал. Он тоже снимал 35 миллиметров, они там прятались, бегали, иногда их отлавливали и выпускали, потому что они понимали, что это фотограф, он нужен, в принципе он нужен. Это безумие, совершенно прав сейчас человек, который нам позвонил, никакого пиратства, признаков пиратства там нет. Это очень странно, может быть, это такая специальная показательная акция, что советский хотел сказать суд, российский суд не зависит от мнения президента, вот президент Путин сказал, что там нет пиратства, он тоже сказал, а суд считает, что есть, это значит, суды независимые, они не слушают президента. Да я думаю, что вы знаете, мы все на Путина, на Путина... Так мы на Путина, он же в поддержку в этот раз. В этот раз поддержку, значит, может быть, через какое-то время они там осознают. Это огромное количество вот этих людей, которые там пытаются угадать, знаете, вот что было с модами в свое время. Вот если в Москве, если в Нью-Йорке носили юбку там на 7 сантиметров, короче, выше колена, в Москве на 10, то в Вышнем Волочке на 20, в Москве. Потому что все стремились приблизиться или опередить, угадать, что хочет высшее начальство. Мы не можем говорить, потому что нет законов, они не выполняются. Не выполняются. А тут просто беда. Ну, просто сказали бы, ну да, пограничники их повязали. Их всегда вяжут, их всегда снимают эти... Потом говорят, все, давай, ребят, вали отсюда. И на этом кончается. Смысл их акции, чтобы мы узнали. Я не знал об этой платформе. Я не знал, что она старая. Я не знал, что там хранится нефть. Я думал, что она там подбирается. Я знаю, что при, не дай Господь, каком-то жутком шторме она может там опрокинуться, не дай Господь, и вылиться вот эта нефть, и погибнут эти люди. Теперь я знаю об этом. Вот и вся задача этой акции. Причем Гринпис говорит же, когда им... Вы пытались договориться с властями? Мы пытались, они говорят, мы год пытались, мы ничего не можем сделать. И они количество нефти приводят. Но опять, вот тоже снова возникает вопрос, который всегда возникает в таких случаях. Зачем власти привлекают такое внимание к этой истории? Вот вы, даже вы не знали, что там с этой платформой, эти детали. А теперь знают все. Они что? Может быть, это какая-то... Я думаю, что они работают на Гринпис. По большому. ФСБ тоже. То есть все в завязке. Ну, ФСБ, Гринпис, в общем, это все одна организация, я думаю. ЦРУ. Все вместе. 8-800-222-12 телефон прямого эфира, по которому мы спрашиваем нашу аудиторию, зачем журналист лезет вот в эту ситуацию. Вот поддерживаете ли вы стремление все-таки снять, все-таки зафиксировать акцию, которую даже Юрий Росс считает провокационной. Вы сказали, что провокативные акции Гринпис часто устраивает. Вы же вот слово провокация даже у вас звучит. Так я считаю... Ну, а что тут плохого? Провокация, провокация, рознь. Конечно, провокативная. А что вы думали, что они захватят платформу, перекроют краны и прекратят подачу? У них нету этой задачи. У них задача привлечь внимание. Пожалуй, что они бы не справились. Ну, в этом... Собственно, ну, это как театральное действие. Какое в театральном действии есть смысл? Развлечь публику. Ну, да. А здесь привлечь. Здесь привлечь внимание. Или просветить одновременно, может быть, тоже. То есть, так и тут то же самое. У них нету задачи захватить и приобрести или продать эту нефть не знаю кому, Украине за бесценок. Нет. Привлечь внимание. Вот они привлекли внимание. Мы им, как обычно, по глупости помогли. Сейчас весь мир, весь мир, так бы знали, да, вот они взяли, сняли эту платформу, отпустили, они бы сами написали, написали, вот мы повесили на платформу, вот, отлично, спасибо. Весь мир бы забыл через одну минуту. А так все знают. Я поняла, кто по глупости, вы сказали, мы, я подумала вдруг, журналисты. Нет, помогли эти сотрудники, соответствующие организаторы. Конечно, я объединяю себя с сотрудниками. Мы сейчас зафиксировали какие-то, в общем, очевидные вещи, что бред, что его посадили, бред, что это невозможно, чтобы человека, находящегося при исполнении обязанностей, обвиняли в том, что он пират. Я сегодня была на конференции, вот я даже скажу, как она называлась, специально для вас взяла эту бумажку, партия РПР Парнасс и партия Альянс либералов и демократов за Европу проводили конференцию, приехали представители Европарламента, и все, каждый из них, вот Кристина Аюлан, член Европарламента, Майкл Уэб, замглавы представительства ЕС в ВРФ и так далее, каждый из них говорил о том, что об этой платформе, об этих людях, об этом журналисте, то есть уже внимание всей Европы сегодня на конференции, у них была какая-то своя повестка, она сместилась вот в эту сторону. И вот что... Недобрые, недобрые мы, мы недобрые. В каком смысле? Ну, недобрые, мы как-то, мы все стараемся как-то, как будто ущербны, все время наказать. Вот я думаю, ну, вот эти вот девочки, да, вот эти, Толоконникова, Алехина, ну, вот они там выступили, ну, допустим, ну, дали им подмести улицу, сказали девочке, вы больше так не делаете, и забыли. А сейчас власть выращивает умную, очень толковую, очень грамотную, и очень принципиальную молодую женщину, которая со временем может стать очень серьезным политическим лидером в стране. Она пока... И оппонентом этой власти. Оппонентом, причем оппонентом аргументированным. Это сделала сама власть и делает. Для меня, к счастью, мне очень жаль Толоконникову и Алехину мне очень и жаль, но я понимаю, что, если все даст Бог, будет все в порядке, они выйдут, они выйдут другими людьми. Они выйдут зрелыми, умными и очень аргументированными борцами. Вот, 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 все-таки борцами, все-таки не наоборот, не охладит их. Вот сколько напоролись уже один раз, вот надо высидеть теперь борцами. Нет, они, конечно, не будут делать такие вещи, но они будут спокойно, спокойно работать, еще будут учиться долго, потому что умницы, я читал тексты Толоконниковой, замечательно, она пишет, а ей сколько там, господи, 24, да, или 25 лет. Молодая совсем, конечно. Она, вот, вот, сами, вместо того, чтобы смотреть и работать с такими, умницами и с такими ребятами даже работать с ними, как учиться у них, не их учить, а учиться у них чистоте помыслов, если они существуют, добавлю я, как старая черепаха. Да, но они, дело в том, что эти молодые прекрасные люди продолжают сидеть в ужасных, кошмарных и свинских условиях, и вот этот Денис, мы не знаем, что его ждет, это два месяца тюрьмы или два года потом тюрьмы, или шесть лет тюрьмы за пиратство. И вот я что хотела вам досказать-то, вот эти люди, которые там сидели на конференции, я узнала неожиданные вещи, сейчас в Европарламенте, они все вокруг Олимпиады, что как воздействовать с помощью Олимпиады, самое больное, то есть это самое больное для российской власти, как воздействовать на власть с помощью этой Олимпиады. Бойкот, нет, не обсуждается, сказали, потому что не надо лишать людей праздника, это спортивный праздник, это люди, они сейчас в этом своем Европарламенте обсуждают идею поступить так же, как поступили с Украиной на чемпионате Европы по футболу в знак протеста против ареста и заключения тюремного Тимошенко, когда болельщики поехали, а лидеры нет. И вот сейчас вот речь идет о том, что принять такую резолюцию, когда лидеры западных стран не поедут на Олимпиаду Сочи. Меня это жутко расстроит, я прямо буду так расстроен, что лидеры не будут участвовать в соревнованиях. Они на вас не рассчитывают. Я прямо вижу Обаму на лыжах на лыжне или Меркель с хоккейной крючкой. Уже наоборот не на лыжне. Но что я не увижу их, это, конечно, обидно. Это не самое главное. Я думаю, что, конечно, это... Нет, я говорю о способах воздействия. Как вытаскивать этих ребят из тюрин? Ну, не приедут они, допустим, да. Конечно, я не призываю к бойкоту. Я считаю, что были унылые Олимпийские игры в Москве в 80-м году. Ну, ужасно. Вот. То есть, они, конечно, песня Пахмутова и надувной Миши был очень хороший. Очень трогательный. Да. Летел так хорошо. Да. По рисунку Чижикова, который, кстати, никогда в жизни... Ну, так он, по-моему, из-за этого Мишу ничего и не получил. Вот. Все. Было много симпатичных вещей, кроме отвратительного судейства. Ну, ужасно. Ну, много. Но самое главное, что это были неполноценные игры. Точно так же, как и американские, когда мы в отместках. Конечно. Одна Надя Каманетч тогда спасла седу. Да. Все-таки противостояние... Дело в том, что Олимпийские игры, если мы, извините, что мы отошли и сели, так вернулись... Ну, конечно, куда деваться-то? ...к надо было. Обратились к любимой теме. Дело в том, что Олимпийские игры вообще никакого отношения не имеют к странам. К странам? Ну, конечно. Они были задуманы, опять же, как общее земное дело. Это в 1936 году вот в гитлеровской Германии они там стали судорожно считать медали. Кто лучше? А как можно посчитать какого-нибудь Мадагаскар и ГДР? ГДР, которая построила в свое время целую систему подготовки олимпийских чемпионов, химия передовая, самая передовая. Обогнали они Америку, Англию, нас всех. Все вот эти анаболики, стероиды, все... как эти... Допинги, допинги. Все там были. Там было все как надо. И как можно. А герой олимпийский это вот этот человек. Для меня всегда останется там, скажем, Виктор Санеев будет героем, который выиграл четыре Олимпиады. Кстати, не дали ему четвертую выиграть. Он выиграл, но засудили. Неправильно. Но это другой разговор. Вот. Или... да пусть хотя бы и Бубка, и Сенбаева там, если сейчас хотят поближе. Или Оуэнс, который в 36-м году выиграл 100-200 прыжки в длину. То есть герои. Поначалу-то гимнов стран не было. Был единый олимпийский гимн, что с моей точки зрения абсолютно правильно. Во славу человека победившего. Соревновались не страны, а спортсмены. Конечно. И сейчас стыдливо говорят в неофициальном зачете. Мы ушли далеко от этого. В неофициальном зачете этого зачета вообще нет. Его нет. Он придумал. Мы совсем недалеко ушли. Я вам скажу, почему. Да? Совсем недалеко ушли. Ровно потому, что мы будем возвращаться к этому, потому, что это инструмент воздействия. Что они говорят сегодня? Вот, чего я наслушалась? Что если не просто принять резолюцию, мы не приедем, а поставить условия. Если вы не то-то, мы не это. Если вы хотите нас здесь увидеть, пожалуйста, выпустите Пусирайт, выпустите Ходорковского. Вот в чем смысл всех вот этих вот разговоров и действий. опять вот торг этот за рыбу гроши. А как? И все это опять превращает, этот олимпийский спорт, он и так превратился в какое-то политизированное шоу с этими флагами, гимнами, и скаканием от счастья во флагах. Вот. А тут еще торг политический. Не знаю, мне не кажется это удачным решением. Я думаю, что надо искать какие-то другие способы воздействия. Экономические. Но экономических они не хотят. Запад, потому что они зависят. они хотят получать нефть. Нефть из этой бочки, на которую лезли гринписовцы. Они хотят получать газ, и они не заинтересованы в том, чтобы мы им этот газ и нефть перекрывали. А олимпийские игры беззащитные можно использовать, и мне кажется, что это не очень красиво. Хорошо, что делать? Как воздействовать? Вот вчера постояли наши коллеги, постояли у Следственного комитета. Сейчас мы меня изберем в Объединенные нации, в Лигу Наций. В Лигу Наций. И я буду думать. Я обрасту большим количеством специалистов, и они мне будут советовать. Не знаю. Если бы я знал, Как вытаскивать этого парня из тюрьмы? Вот как его вытаскивать сейчас? Вот и вот это же два мига. Да разве этого одного парня? Как вытаскивать этих девочек? Я условно, условно. Вот сейчас это символы, вот этот парень, этой девочки, на которых сконцентрирована вся проблема. Знаете, да, это, это, когда говорят, система представляет собой нечто такое, похожее на линкор, у которого несколько, вот четыре кормы и четыре носа, которые одновременно все моторы работают, он стоит на месте, испуская жуткий гул и производя какой-то страшный страх. На самом, на самом деле, этот линкор, который стоит на месте и угрожает, он весь населен людьми. Вот вы сейчас, не знаю, кто нас слышит, но я думаю, что значительная часть населения, может быть, не ваших слушателей, скажут, а правильно, не хрен лезть на нашу платформу. А вот я как раз их об этом и спрашиваю по телефону прямого эфира. Сейчас мы его знаем. И по существу, в общем, если по закону, то и не хрен лезть. Но дело в том, что и не хрен лезть этой платформой в Северное море. Со своей нефтью, с дырками. Да, с этими дырками. Вон, американцы там вылезли гигантское количество нефти, здесь какую-то нефть. Боятся люди. Если мы накроемся и покроем океан пленкой этой нефти, нам хорошо не будет никому. Никто, никто не думает о том, что земля это единая экосистема, единый. И человек это вот этот тля, которая проедает вот эту систему. И он докушается. И мне говорят, что у нас есть звонок. Давайте. я прям поразилась. Вы знаете, вот звонки приходили, у меня звука не было. Простите меня, пожалуйста, столько звонков. Просто я растерялась от того, что сколько людей звонит, и я не слышу. Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста, говорите. Геннадий из Ленинградской области. Вот буду сейчас подряд читать, всем давать слово. Нету, Геннадия. Геннадий. Не слышу. А кто? Владимир. Владимир. Вы знаете, вы сами представляете, потому что тут у меня целый список сразу выскочил. Владимир из Ростова. Владимир из Ростовской области. Из Ростовской области. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Вот по обсуждаемой ситуации у меня всего три предложения, казалось бы, не связанные. Значит, первое. О Газпроме. Страны под названием Россия не будет, а Газпром останется. Второе предложение. В стране... Это ваше предложение или вы констатируете? Да, я констатирую, но я в форме предложений. А, понятно. Это второе предложение. В стране тоже, в порядке констатации, в стране, на мой взгляд, правит Фашова в переводе с итальянского связка, а в вольном переводе тандем. И третье предложение. Был бы человек. Статья найдется. Спасибо. Ну, это вообще все не предложение. Это все какие-то констатации? Констатация, да. Каких-то фактов. Что за факты? Вы знаете, если нам удастся прокормить Газпром, то, да, надежда есть. Надежда есть. Олег из Псковской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Вольном переводе. Там, да. И третье предложение. Столбый человек. Статья найдется. Спасибо. О, это какая-то у нас отдушка пошла из... Как интересно. Это враги. Какой-то второй, да. Это какие-то враги. Из Псковской области. Олег, здравствуйте. Нету Олега. Как интересно. Да, просто я даже не... Какое-то прошло какое-то эхо предыдущего звонка. Это даже странно. Мне даже интересно, как это технически могло произойти. В этом... Вот продолжаю я рассказывать о своих сегодняшних впечатлениях. Владимир Ишков, когда его спросили, вот на Валдае так благостно общался Путин с оппозицией, был добрый, хороший и так далее, сказал, что, ну, не потому что власть хотела продемонстрировать и как кого-то обмануть, а потому что заставили. Вот заставили, надавили вот это болотное движение, и они вынуждены вот так вот были нас пригласить и вот так с нами тесно вступить в такой диалог. Это их заставили. Кого их? Да власти же, да Кремль. Вот Кремль заставили пригласить Рыжкова, пригласить там Пономарёва, пригласить всю эту группу людей и ласково с ними пообщаться. Так думает Рыжков, так он трактует, что это не какой-то там хитрый ход Кремля, а вот это вот мы их вынудили на такой диалог ласковый. Вы считаете, что... И он считает, что надо продолжать наращивать давление. Вы меня спрашиваете, Лен? Да, как вам кажется? Вы наделили это всё... Или концы... Но вы же видели это шоу. Я бывал на Валдае много раз, ловил рыбу, замечательно. Был там у Гриши Горина в гостях, у Шуры Шервинта там, ну, мы достигали консенсуса очень хорошо всегда. Но... вести какие-то отношения с властью. Конфронтация, отрицание война или попытка договориться и создать, ну, может быть, систему компромиссов. А компромиссы выглядят не так красиво. И они, ну, как бы, убыточны для образа борцов за истинную правду. Но думаю, что они при определённых условиях, вот в наших условиях, они, наверное, всё-таки необходимы. Нужно договариваться. Я понимаю, что смешно предположить, что мы воспитаем во власти какие-то человеческие чувства, ну, может... Или пробудим их. Ну, может быть... Может быть, действительно можем им предложить удачно выйти из ситуации, в которую они сами попали. Достойно выйти. Да. Попытаться помочь, сохранить им их лицо. Да. Иногда, иногда им бы и хотелось дать задний ход. Но они не могут это сделать, и они дальше, дальше двигаются и двигаются. Я думаю, вот иногда такой странный, страшный пример. Вот в пьяных этих драках человек ударил ножом. Казалось бы, ударил ножом. Отложи нож, побеги и попробуй спасти человека. Почему он все время тычет этим ножом? Он хочет довести свое преступление до абсолюта и избавиться от взгляда человека, которого он убивает. Ему этот свидетель, что будет потом, он не думает. Понимаете? Поэтому очень часто и власть идет дальше. Она принимает одно решение, и дальше она принимает еще более убийственные решения, и еще больше. Вот надо, если попробовать, посмотреть, дать им возможность сказать, ладно, давай, давай, может быть, попробуем все-таки дальше каким-то образом что-то сделать. Поэтому я не осуждаю Рожкова. Я уже слышал, что там ему кто-то отважный говорит, вот, не надо было с ними разговаривать, какое-то достижение. Разговаривать надо. Я считаю, что надо. Разговаривать надо, но вопрос потом, как реагировать на этот диалог. Потому что для этого надо знать содержание диалога. Ни вы, ни я его не знаем. Ну, нам кое-что показывали. Вам показывали, а мне нет. Власть что-то отвечает. Вот он, например, спросил, ну вот просто, вот пример, хотя бы вопроса Рожкова. Он говорит, хорошо бы амнистию объявить для узников в Болотной площади. Он говорит, обращается к Путину. Он говорит, слушайте, ну ведь опять начинается. По всем мире так. Вот, пожалуйста, Британия. Вот они, вот эти вот погромщики их осудили. Хотя там совсем другая ситуация. Там анархисты, которые под видом демонстрантов громили витрины. И Рожков реагирует на это так, что вот власть же вступила с нами в диалог. Диалог вот такой. Ну хотя бы такой. Вот так. То есть весь вопрос, как к этому относиться? Ну да, ну да. Ну да. Ну да. Ну я не был при этом диалоги, поэтому я не видел ни одного, ни другое. не могу тонкости. Тут очень, очень важны интонации, нюансы и мелочи. Надо видеть. А я не знаю. А в таком высушенном виде, конечно, трудно об этом судить. В любом, в любом случае. Просто мы пытаемся понять, под влиянием чего она посовершает свои вот эти вот действия по статке власти. Что на него действительно влияло? С моей точки зрения, это присоединение и просвещение. Надо все время присоединять людей, которые не вполне осознают, в какой стране они живут сами и не вполне осознают, кто они сами. Они такие же, в общем, ничем не отличающиеся от других людей, люди. А живут они в стране, которая могла быть много лучше, поскольку не бедная страна. Если бы было устройство более прогрессивное и воровали меньше. Но даже и то, что воруют-то много, как-то привыкли. Да уже атрофировалось точно. Людей уже дворцами не запугаешь. Им показывают по телевизору дворец, ну дворец, ну все дворецы. Мы не будем, конечно, против дворцов. 8-800 8-800 222 12 телефон прямого эфира. Два вопроса уже задаем сразу. Лезть ли вот на эту платформу, хотя вы понимаете, что эта акция будет наказана, она наказуема. Я даже не знаю. Опять же, в нашем эфире он сказал, что не всегда журналист понимает. Вот в этом эфире, где он был два года назад, он говорит, что ты лезешь в какую-то опасную историю и не знаешь, чем закончишь. Ты не всегда даже понимаешь это. Это у вас такое тоже было, что вы влипаете во что-то, не отдаваясь тебя и счет. У меня было, но были такие ситуации, когда бежишь, потом вдруг понимаешь, что ты, могли сейчас тебя и попасть могли в тебя. Не будем говорить убить, но попасть могли. И вообще, где ты? Конечно, бывает такая ситуация. Это любопытство профессиональное. Это очень важная вещь. Особенно, особенно для снимающего человека. Самосохранение для снимающего должно быть важнее. Там сложная история с инстинктом и самосохранение. Дело в том, что, не знаю, у кого, у меня ощущение, что аппарат защищает. Если я иду без аппарата, я голый. Если я иду с аппаратом и снимаю, у меня такое ощущение, что он меня защищает. Бронежилет такой, фотожилет. Он не бронежилет никакой, но я просто понимаю, что я чем-то занят. Вот это вот странно. У меня, ну, сейчас-то я, конечно, уже никуда не поеду, я уж не побегу там, чтобы 7 килограмм было на тебе веса. Эти аппараты, объективы. Но когда бегал, ну, такое было ощущение. Достал аппарат, защитился. Это профессиональная защита. То же самое, точно так же, пишущие корреспонденты. Они знали, что вот он сидит с блокнотом, он пишет, и он в этот момент не думает об опасности. Потому что ему кажется, что этот момент, ну, каким-то образом, через вот эти вот сферы, ты никому не причиняешь вреда. Ты не должен быть убит или ранен, или арестован. Ну, конечно, сажали и погибали люди. И фотографы, фронтовые кинооператоры, которые, их очень много погибло. Очень много. Потому что, в отличие от фотографа, который делал один кадр, он сделал кадр и побежал, лег. И этому надо было снимать план длинный. Там, ну, допустим, 4, там, секунды, 8 секунд, 10 секунд. Это время, за которое можно было прицелиться и попасть. тем не менее, они шли, и мы сейчас смотрим, странное дело, для нас так же важна немецкая хроника, как и наша хроника. Оказалось бы, кто пустил бы немецкого оператора снимать во время войны. Да, вот образ. Вот помните, вы говорили об этом Стрингере, который... Джафаров. Да, вы считаете, что у него не было каких-то идейных установок? Вы считаете, что не было? Вот он только фиксировал. Мне все-таки кажется... У него идейные установки были, безусловно. Но эти идейные установки не касались его работы. Он... Мы были в Грузии, вот он... Вот это важно. Сидит с одной стороны, вот сейчас он сидит в штабе противников гомсохордии, а два часа назад он снимал гомсохордию в том штабе. Точно так же. И каким-то образом выполз. Потому что он должен был дать круглый материал. То есть материал, который со всех сторон не ущербный. Знаете, там луна, которую выгрызли, кусок, это одно дело. А тут она круглая. Вот этот, кстати говоря, парень, Денис, он с его коллегой, они однажды устраивали выставку с двух сторон. Один ехал в Израиль, другой через границу. Они с двух сторон делали фотографии. Вот такой баланс. У кого они решили посоревновать, чья война страшнее. Вот кто... Оказалось, что все абсолютно равномерно. А не каждый снимал свою сторону. Но мне все-таки все равно, мне кажется, почему я задаю этот вопрос? Мне кажется, что все равно не каждый попрется на эти акции Гринписа. Нужно разделять. Нужно все равно разделять их убеждения. Конечно, не каждый. Во-первых, не каждый. Во-вторых... Не потому что страшно, а потому что не реально. Да нет. Это вообще редкие люди, которые лезут в такие вещи. Это редкие, отважные люди. Я им славу пою. Я помню, я проехал ничего... Мне не страшно было, потому что я проехал по тылам Карабахско-Азербайджанской войны. Вот чья война страшнее была? Я проехал по тылам, то есть военные действия нет, только госпиталя беженцы с двух сторон. Я вместе с Красным Крестом проехал. Да, уж там не изменилось. Оказалось, что война со всех сторон хороша. Не дай Господь. Но мы сейчас не об этом. Надо иметь образ. Этот человек, его арестовали за то, что он хотел оставить образ. Независимо от того, как он сам к этому образу относился, какие он там убеждения при этом. Это совершенно неважно. Они наверняка были ему симпатичны, гринписовцы. Ну да, если он говорил о том, что еще с детства он уважал, и для него это был авторитет, он, конечно, разделял. Ну, я говорю, что это такие романтические разбойники сказок. Представлю нам, ну вот, вместо того, чтобы представить нового слушателя, мне напомнили, что время нашей программы заканчивается. И стекло, да, я уж. И на этом мы заканчиваем передачу «Лицом к событию» с Юрием Ростом. Мы надеемся, что... Я не знаю, как заставить их выпустить этого человека, мне кажется, что это нужно делать немедленно. Ну, сейчас мы вот сказали, они ее выпустят. А, ну, вот все. То есть буквально через... Сколько? Ну, я не знаю, сейчас как услышат, так и выпустят. Как только нас услышат, Денис Синяков выйдет на свободу. Всего доброго. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова